Думается, участвовать в этом проекте таганровским артистам было очень интересно и познавательно. Наш театр известен публике как театр классический, потому зрители с некоторым недоумением смотрели на долгие передвижения актеров по сцене, которые производили непонятные манипуляции с ведрами и песком. Если в литературе и поэзии песок приобретает символический смысл уходящего, ускользающего времени, то в данном случае символ этот был, что называется, притянутый искусственно. Наблюдать за их забавной вознёй публике было любопытно. Но любопытство это особого свойства. Это скорее желание узнать, как в этой суете режиссёр решит рассказать чеховскую историю. И вот, наконец, действие неторопливо разворачивается в виде рассказа про тихую, в общем-то, хорошую, простую девушку, которая живёт интересами людей, с которыми её сводит жизнь. Помните, как клеймили за бездуховность героиню-душечку советские учебники? Сегодня история Уленьки в аскетичных декорациях, в пустом пространстве сцены, с современными костюмами, современной музыкой только подчёркивает типичность героини. Чехов в рассказе откровенно иронизировал над героиней и очень часто недоумевал, почему его и комедии, и смешные рассказы вызывают не приступы смеха, а слёзы. Так получилось и в прочтении душечки актрисой Татьяны Шабалтас. И она начинает говорить об гимназии, об учителях, об учебниках, всё то, что говорит о них Сашенька. В третьем часу вместе обедают, вечером вместе готовят уроки и плачут. Потом долго молятся, она его крестит, и когда ложатся спать, продолжает мечтать о том будущем. В туманном будущем, когда Сашенька вырастет, окончит курс, станет доктором или инженером. В последнее десятилетие на театральной площадке хлынул поток постановок по мотивам тех или иных произведений. Чаще всего автор, порой даже классик, играет здесь чисто номинальную роль. Конец постановки не оставляет ощущения завершённости. Что будет с бедной душечкой дальше додумывать нам, зрителям? Постмодерн, в стиле которого и поставлена постановка, не даёт прямых ответов на вопросы. Это вам не реализм.